Всем привет, друзья, гости и подписчики моего канала. Вот, недавно был ролик про инкубацию, и теперь хочу вам рассказать в этом ролике, что делать дальше, после того, как вылупились наши индоутята или гусята, как вообще их содержать, что и где, чем кормить и так далее. Вот, моим индоутятам примерно сейчас сколько, плюс-минус две недели, точную дату не вывода, но в записях в блокноте есть. Вот, гусята у меня пять штук, индоутят шесть штук, все одного возраста, и кормлю и содержу я их полностью одинаково, как гусят, так и индоутят. Вот такие разговорчивые. Получается, как только вывели, ставлю их стартовый кэмбикорум у меня от Курина. Стоит у нас недешево, но 58 рублей. Купил один мешок 10-килограммовый, пока что еще до сих пор не закончился. Вот. Начал их выпускать на улицу с пятых суток, потому что в первые дни у нас было прохладно. И до сегодняшнего дня их доносил более в теплое место. Сегодня вот первый день, когда буду их оставлять на улице. Они уже подросли, и тепло они могут себе сохранять. И тем более у них тут поликарбонатный домик есть. Вот, сейчас покажу вам. Вот такой домик полностью закрывается, и там внутри как в теплице тепло. Закрывать буду я их уже скоро, до того, как полностью сядет солнце, чтобы там внутри немного нагрелось. Вот. Сегодня на улице обещают 15 градусов, в принципе, и мне так уже и холодно будет. Кормлю, значит, я их с первых суток до одного месяца, ой, до трех недель стартовым кэмбикорумом. Потом уже покупаю кэмбикорум старт. Иногда, ой, не старт, рост. Этот кэмбикорум, у него гранулы чуть больше, и он немного дешевле. Иногда, в прошлом году я кормил и стартом до одного месяца. Уже просто с трех недель начинаю подмешивать туда зерно, можно пшеницу или ячмень. Уже я перемешивал с трех недель цельное зерно. Вот, получается, с одного месяца, трех недель на чистом кэмбикоруме, а потом уже потихоньку добавляем зерно. И также уже вот с двух недель можно добавлять мешинки. Сегодня нет, наверное, на завтра, мама сказала, сварим. И будем им добавлять уже мешинки, как это варить. Это там картошка внутри, овощи и помол зерна. Все это варится, и получается там такая каша. Вот. Они едят ее с удовольствием. Можно давать просто обычную вареную картошку. Пришла охранять. Вот. Дальше. Так, сейчас поближе вот так подойду. На траву, как я уже сказал, с пятых суток можно. А если на улице тепло, уже с третьих суток спокойно можно выпускать. Тогда они уже более окрепшие обычно. До одного месяца вот так вот самым простым образом задерживаем. Ничего особенного нет. Воду сначала первую неделю ставил я обычной банкой, вот эта паилка. А сейчас вот начал ставить вот такую емкость. Нужно следить за емкостью, которую ставите, потому что в прошлом году был опыт. Там утонули утят у меня. Более большой емкости тазик был. Поэтому в этом году более осторожно с этим смотрю. Если ставить тазики, то у них высота не должна быть высокой. Максимум сантиметров 10, наверное. Может даже меньше. Это и то с двух недель. А до этого вот такие вот небольшие емкости ставим. Утят я, если даже под уткой, я их отделяю. Отдельно они тоже растут очень хорошо. Разницы вообще никакой нет в росте. Растут с уткой или без. Поэтому кому как удобно. Если отдельно, то отдельно держите. А если хотите вместе с уткой, то пожалуйста. Если вместе с уткой, то уже с первых, ну хотя бы с третьих суток можно уже оставлять в каком-нибудь таком в домике прикрытом. Но не просто в загоне. Покажу вам поближе. У меня получается там два коричневых, два черных, один голубой и один лиловый. Вот такие вот разные окрасы остались. Только серых жемчужных не осталось. Их всех забрали. Эти постоянно их сторожат гуси. Если гуси отдадим на воспитание, они будут их спокойно воспитывать. Но я этого делать не буду, пускай они растут отдельно. После месяца уже там пойдет намного легче. Можно уже полностью переходить на зерно не нужно. Но об этом расскажу во второй части. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok